Всем привет! Вы слушаете «Нажми, чтобы начать». Спонсор этого сезона подкаста — российская школа игровой разработки Scream School. Меня зовут Семён, и сегодня у нас в гостях ребята из студии Tallboys. А именно, Дмитрий Шевченко, директор студии и геймдизайнер, и Соловов Алексей. Занимается техническим направлением и проектировкой. Всем привет! Здравствуйте! Привет-привет! Сначала я хотел бы попросить вас рассказать немножко про себя до того времени, как вы попали в геймдев. Вот прям вот до. Это очень интересный вопрос, потому что кроме геймдева я, например, лично ничем не занимался. Я был студентом, потом студенческие какие-то приколюхи, которые делали, перешли уже в такой профессиональный геймдев. Я как бы ни дня не работал на такой нормальной работе, ни дня не провел на заводе. А студент какого учебного заведения, например, хотя бы в какую сторону изначально было направлено обучение? На удивление очень близкое. В отличие от всей команды, которая собралась, я ближе всего как раз таки был к геймдеву, потому что я закончил информационное направление, информационную систему и технологии. Это была в Сироковказском университете, в городе Пятигорск, а сам я из Кисловодска. Ну как бы я занимался все время такой околоинформатической работой, типа проектировка, программирование, все дела. И мое хобби было делать модификации для игр, а потом уже и сами игры. А с чего все начало? Ну вот первый проект такой, вот чтобы прямо вот игра получилась. То есть это не значит, что она должна быть там, не знаю, издана, или кто-то вообще в нее играл. Но вот что было первым таким проектом, который получился, ну в который можно было прямо уже поиграть? И ты такой, ну да, вот это можно назвать игрой. Был какой-нибудь первый такой проект? Блин, это сложный вопрос, потому что такое, происходит постоянный творческий поиск. И ты даже там текущий проект или завершенный проект не считаешь, типа, нет, они не завершенные, их можно еще дорабатывать годами. Вот, но если сказать, что можно назвать прямо игрой-игрой, или то, что можно было поиграть. Мы начинали еще давно, наверное, уже 10 лет назад, как собиралась небольшая такая инициативная группа чуваков. Вот я когда-то ее организовал, различные студенты, мы собирались через сеть интернет, списывались, разрабатывали игру как «Записки путешественника». Такой был небольшой проектик, мы в нем на энтузиазме пока, скажем так, в отдыхе от пар, собирали какие-то проектики, ну, этот проект, на нем же мы вот с большей частью команды, основателями команды познакомились с текущей. Это было в периоде где-то с 2012 года по 2016. Вот мы занимались разработкой этого проекта, и в процессе он перерос в проект под названием «Versers Cloud Sand», у которого забита страничка на Steam. Вот мы примерно в 2017 году сделали демку уже. Состав на тот момент изменился. Вот нас тогда все очень сильно бурлило, мы постоянно пересобирались в команде. Нас стало на тот момент уже укоренилось около четырех человек. Это вот Леша, Вова, который, к сожалению, сегодня не пришел на подкаст, это и Максим. Мы вчетвером тогда работали, сделали такую демку, в которую можно было поиграть. Это был, наверное, первый такой билд, который ощущался уже как игра. Мы повезли его тогда на конференцию DevGam в 2017 году в Москву. Впервые увидели с Вовой друг друга вживую. Такие, ва, живой человек, с которым несколько лет общался просто лишь через скайп. Показали проект. Нас тогда заметил паблишер TinyBuild, Алекс Нечипорчик, он сказал, вау, классно, чуваки, вы делаете игру на CryEngine. Мы тогда делали игру на CryEngine, такой был редкий движок. И сейчас типа еще более редкий. Ну, сейчас я даже не знаю, на нем есть что-то, кроме Ханта, который, собственно, сами Грайтек и делают. Да, да, да. Да, и тогда мы, получается, параллельно с Хантом. Алекс нам предложил сказать, типа, ребят, у вас классный скоп, у вас есть хороший подход к геймдизайну, есть пародий. Давайте начнем новый проект с нуля, мультиплеерный. У него была классная идея. Тогда только развивался жанр батл-роялей. И это впоследствии сотрудничество переросло. Вот на протяжении, там, сколько, получается, 3 года мы разрабатывали проект, который предоставил пандемикам экспресс. Да, я встречал его. Но я так понимаю, что он вышел, все было хорошо, но в какой-то момент он закончился, да? Или как? Да, да, это судьба мультиплеерных игр, да. Если не смогли взлететь, как в нашем случае произошло, то постепенно проект угасает, аудитория уходит. Ну, там же был прям момент. Прям был момент, когда очень много было проектов. Ну, прям вообще все было онлайновым. Прям вот буквально... Ну, то есть сейчас до сих пор такое есть, но тогда, я так понимаю, это какой год-то был? 2019 год. 2019 год. Ну, вот это самое же как раз стартануло. Вот все батл-рояли стартанули, там все-все-все было, сервисы онлайн, и все уже просто такие, господи, хватит. Вот в тот момент, походу, вы и вышли. Там как раз было, что в 2017 начали. Они стартанули после PUBG, и мы вот разрабатывали, наблюдали, как мимо нас проносятся локомотивы, батл-рояли и так далее, и со страхом смотрели вперед. Вот мы можем на этом моменте тогда, вот на этом моменте пока на таймлайне остановиться, значит, вышла игра от Pandemic Express, и спросить Алексея, хотелось такой же вопрос задать, что было до... Как до геймдева докатился? Да. Что было до геймдева? Закончил школу, 11 класс, потом, как все, пошел учиться, но с нюансом. Я на год уехал в Чехию учить язык, и там же поступил в университет. В итоге я там три года тусовался, универ не закончил. Учился я там криптография, информационная безопасность, вот это вот все такое, связанное с шифрованием. Тогда у меня сформировалось, что я хочу заниматься чем-то, наверное, другим, а не кодом, чем-то более таким осязаемым. И тогда же я больше ушел в 3D, наверное, 3D, техническое направление, и там же, в то же время, где-то это год 2014 или 2015, я не помню, я просто написал вот в эту группу людей, которые делали записки, про которые Дима говорил, где была куча людей, что-то все делали, все в разнобое или вместе, вообще непонятно, каша полная. Это какой-то такой бульон, где все варились. И туда вот залетел. Меня взяли, я там пытался скачать скилл 3D и так далее. А что с этими записками в итоге, я, прости, перебил тебя, что в итоге с этими записками произошло? Куча видосиков у Димы осталась на тюбе, он как-то показывал. Даже где-то билд есть. Ну, это такой был прям проект на энтузиазме, мы его прям перерепилили, там было очень много людей, прошло через нас тогда. Да, проект по идейным причинам, даже не то чтобы закрылся, он просто перерос, мы сделали, пересобрали концепцию, собрали что-то более осязаемое, сделали такой внутренний ребрендинг. Тогда он стал как бы органично, перерос в разы CloudSense, но как бы с нуля, с частично тем же составом. Мы пытались сделать свой Skyrim, не имея никакого опыта. Ну, звучит неплохо, звучит амбициозно. Да, да, это был очень амбициозный проект. Ну, это RPG-мечты все делали, просто в какой-то момент все поняли, что у каждого RPG-мечты своя, и это все как-то схлопнулось, будто остались только выжившие четыре человека, наверное. Окей, и тоже таким вот образом получается сначала записки, и потом, соответственно, вот уже толпы. Да, и вот записки слопнулись, и вернулся в Россию, и какое-то время мы просто пилили, ну, получается, теперь это уже, мы знаем, что это мы пилили, потому что сначала мы пилили что-то, а потом это мы такие, ну, это будет облака, where the clouds ends. Это вот тот проект, который уже, ну, давно в Стиме есть, но, ну, пока еще не вышел, соответственно. Для меня это странный проект, в плане, что он не увидел свет, он не готов, но он дал нам пинок тому, что мы вот сейчас здесь, с милиционером. И, ну, для меня это интересно, что мы вообще делали одно, а с помощью этого одного ушли вообще в другое. А он уже вообще не выйдет, или он как бы есть где-то там на полочке, вот этот, where the cloud ends, и ждет своего часа, потому что мне концепт очень нравился, ну, который я видел. Он определенно ждет своего часа, да, все правильно? Да, ждет своего часа, и в какой-то момент это каким-то образом, может быть, это будет, мы параллельно будем что-то делать, либо мы просто что-то короткое сделаем, чтобы слишком долго не делать, как милиционера. Да, какую-то точку мы будто бы должны поставить в этом. Ну, потому что по скринам мне это немножко напоминает, я понимаю, что, скорее всего, вообще мимо, но мне почему-то это напоминает немножко какой-то град обреченный от Стругацких, вот что-то такой какой-то вайп есть, чуть-чуть почему-то. Блин, я сейчас подумал, да, есть что-то схожее, да. Хотя мы, на самом деле, у нас, мы органично, сами того я не знаю, наверное, по концепции, наверное, по идее, мы сделали Stalker, Stalker Тарковского, имею в виду, там, где несколько челиков идут к краю земли, краю света, вот, чтобы найти свое вдохновение. Потом мы уже посмотрели спустя годы, сталкеры, такие, блин, вот что мы все время делали. Да, но этот проект, он все еще такой суперконцептуальный остался, вот, и когда мы закончили «Пандемик экспресс», мы думали, возвращаемся к облакам, продолжаем его делать, и нам на этот момент он показался очень такой большой, амбициозный. Мы его не потянем быстро. Нам хотелось какой-то простой, небольшой проект, который мы сделаем за год. И, как мы видим сейчас, «Милиционера» мы делаем уже какой-то третий год. Ну да, 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 довольно давно, я просто помню анонс еще. «Милиционер» стал амбициознее. Мы просто не рассчитывали, что он настолько вырастет, и мы сначала выпустили какой-то трейлер, такой концепт, чтобы проверить, насколько он вообще зайдет людям, понравится людям, вообще интересно людям. И, на самом деле, долгое время, ну как долгое время, там месяца три, на самом деле, от первого показа концепта, абсолютная тишина была. У нас все конкурсы динамили, абсолютная тишина. Просто в какой-то момент, случайно, в сентябре, наверное, мы такие смотрим, и полетело куда-то это дело. Ну, он там, да, расфорсился как видосик, я помню, там его все друг другу передавали, там всякие телеграм-каналы потом его подхватили, что типа «О, здоровый милиционер!» Вот. И, ну, как бы, если просто сказать, то непонятно. Ну, то есть, и, кстати, я вот сейчас спрошу, собственно, потому что если вот просто рассказать, вот есть город какой-то, там сидит огромный милиционер вот в этой белой форме такой советской, и, значит, разговаривает сверху с игроком. Но выглядит это все прям концептуально очень круто и прикольно. Что вообще за игра милиционера? Это такой кавказкианский симулятор побега от первого лица, как мы писали в печи. Это такой иммерсив сим, песочница, в котором ты пытаешься найти способ убежать из города, параллельно находясь под анзором милиционера. Он тебе не дает это сделать. Ты с ним можешь общаться, ты с ним можешь говорить через систему диалогов, ты можешь взаимодействовать с городом. А, кстати, через микрофон можешь, да, говорить что-то? Я помню, такая была. Мы постепенно отказались от этой идеи, да. Раньше это было. Сложно было реализовать? Там очень много было концептуальных вопросов. Сложно поженить геймдизайн и голосовой ввод, который там иногда слова неправильно понимает и так далее, потому что геймдизайн более что-то четкое должно быть, и когда у тебя просто система распознает что-то чуть-чуть не то, тебе нужно либо геймдизайн очень сильно менять, либо голосовой ввод допиливать каким-то образом, который мы физически не можем допилить, потому что это достаточно тяжело. И каким-то образом мы пришли к тому, что лучше сделать какой-то стабильный геймдизайн, чтобы он работал, чем пытаться что-то непонятно собрать и непонятно, будет ли оно работать. Ну, сейчас же появились всякие нейросетки, которые неплохо уже... Я понимаю, что я говорю как обыватель, то есть как игрок, что такое. Ну, вот я говорю с ChatGPT, он мне отвечает. Понятно, что он отвечает довольно криво, и можно очень легко раскусить все эти паттерны его, но тем не менее, как будто сейчас чуть-чуть проще, чем там года два даже назад такую историю, наверное, сделать. Да, конечно. Ну, в этом главная на самом деле проблема. Технология развивается настолько быстро, что мы не знаем, во что они превратятся через год. А нам же нужно помимо того, чтобы интегрировать саму систему голосового ввода, самого ChatGPT, если мы ее подключаем, нам требуется огромное количество ресурсов и усилий. И на тот момент, когда мы ее интегрируем, она просто устареет. И самое большое опасное, что мы выпускаем игру, игра уже становится просто старой по сравнению с теми технологиями, которые уже будут доступны через год, через полтора, два, через месяц. Ну, и сложно каждый месяц подстраиваться под новые технологии, потому что ты подстроился под одну, прошел год, а у тебя уже там киберги уходят, а у тебя как что-то годовалая давность еле работает, и ты такой снова менять, потом снова менять и так далее. Лучше, в общем, использовать то, что точно работает, и что уже классически будет работать, вот эта система диалогов, наверное. Ну, и чисто в теории мы строим систему диалогов таким образом, что будто бы мы в теории можем чисто как фичу впилить, что можно голосом слова вкидывать, и диалог будет какой-то идти дальше. То есть, у нас диалоговая система не так построена, что ты выбираешь классические строчки диалогов, у нас больше, что-то эмоциональное, да, нет, наверное, какие-то такие ответы. Мы строим больше открытую систему диалогов. Наверное, такой самый близкий пример, который существовал, это первое такое впечатление, это было, наверное, в Киберпанке, когда ты в крупном триплейном проекте сделали какую-то нереальную фичу для триплейных проектов, тогда ты можешь просто взять и отойти от персонажа, с которым ты говоришь. Я, кстати, ни разу там так не делал. Для меня это главное, мне кажется, референс, потому что это единственная такая игра, где ты максимально свободен в диалоге в плане, что ты идешь по бару, ты подходишь к персонажу, и этот диалог, нет такого, что ты нажал Е какое-то, чтобы войти, нет какого-то этапа перехода от чего-то к чему-то. Ты просто подошел естественным образом и что-то сказал, выбрал там диалог и так далее. И вот эта, не знаю, вот эта свобода, она очень крутая в Киберпанке. Сами диалоги, я тут не говорю, что диалоги крутые, не крутые, но вот именно сама интеракция диалоговая, она крутая. Но то, что диалог начинается условно сам, то есть не как в Старфилде, когда камера наезжает. Да, у тебя там камера куда-то переключилась, там что-то они восьмеркой пытаются камеры переключать и так далее. Нет привычного паттерна, это очень сильно работает на иммерсивность, когда ты просто подходишь, у тебя не забирается камера, у тебя просто продолжается диалог, он просто появляется, ты с ним говоришь. Вот мы пытались вот в эту же сторону пойти, только еще больше ее расширить, что ты можешь не просто там уйти от персонажа, ты можешь там в сторону, там, не знаю, с предметом подойти или там просто сказать разные эмоциональные варианты реплик любому персонажу. Ты можешь к персонажу там подойти, там издалека ему крикнуть, там у нас есть тема с курильщиком, чувак такой в окне, который сидит, ты ему можешь покричать, он скажет типа, чувак, я тебя не слушаю, подойди ближе. Вот, то есть даже на таких вот минимальных уровнях из них пытаемся выстроить какую-то интересную систему взаимодействия. Ну, прикольно, прикольно. Так, мы отвлеклись, значит, на систему диалогов, продолжай, пожалуйста, список, не список, а описание, описание игры, потому что ты рассказал, значит, есть город, из него нужно сбежать, Immersive Sim, но я даже не буду вдаваться в вопрос, что такое Immersive Sim в вашем случае, потому что у всех абсолютно разные ответы, для меня это вообще вот возможность дойти до цели разными способами, и никто меня не переубедит никогда. Вот, и, значит, этот милиционер, с ним можно разговаривать, и... Ну, я бы, наверное, остановился на понятии Immersive Sim, потому что, мне кажется, есть очень хороший способ, как можно на них смотреть. Immersive Sim часто отвечает на вопрос игрока, а что если? Вот если ты задаешь вопрос, а что если игра на него отвечает, скорее всего, это Immersive Sim. Ну, это тогда вот BMG Drive, Immersive Sim, там машину можно разбивать. Там, она вся построена на том, а что если, это огромный, огромная песочница такая, что хочешь, что ей делать. Да, да, да. То есть это Immersive Sim, ну, в теории. Я бы еще вкинул, что для меня, например, Immersive Sim, он, ну, в моем понимании, что есть вот симуляторы, а есть Immersive Simуляторы какие-то, и, допустим, обычный симулятор, он тебя не погружает в себя, ты сам должен к нему прийти, вот какой-нибудь Microsoft Fly симулятор, сам должен разобраться в это что-то, в этой приборке Boeing и так далее, он вообще нещаден к тебе, ты в него играешь. И Immersive Sim, будто бы они должны тебя в него погружать сами, они такие щупальцы в тебя притягивают, в себя всасывают, ты должен там вот остаться, и это не обязательно, мне кажется, что ты должен потыкать все кнопочки и так далее. Это будто бы должен просто ощутить, что ты именно часть игры, что ты именно в ней будто бы как-то существуешь, живешь и так далее. Вот тут мое понимание Immersive Sim, я, в принципе, согласен. Ну, то есть, в моем понимании действительно так работает. То есть, я не помню, во что я играл, я, по-моему, играл в More, ну, в Pathologic второй, и я такой, блин, это Immersive Sim? Ну, я что-то стримил, по-моему, в этот момент, и сейчас такой, какой это Immersive Sim? Это же, причем, Кал Антонио не делал, какой? Я такой, ну, в смысле, я вот в эту атмосферу погрузился, я уже, ну, прям там вот существую в какой-то степени. Понятно, что у меня есть там какое-то полушарие, которое играет в игру и разговаривает с чатом, но второе полушарие такое уже, все, я вот в этом городе, в этой степи, и вот это весь вот вокруг вот этот театр происходит, и я в него начинаю верить. Это прям, вот это Immersive Sim. Да, да, это на самом деле очень близок к понятию иммерсивности. Меня хватило на час чуть больше, это слишком больно у него играть. Геймплей, да, для меня геймплей прям, я еле выдерживал, слава богу, там есть вот этот вот легкий режим, потому что, ну, в оригинале его не было, и там ты заходишь, и начинаются как бы, и начинаются эротические действия в сторону игрока. А он прям погружает в себя, и против твоей воли. Да-да-да, я прям помню, когда я играл в Pathologic, типа, он очень депрессивный такой, он тебя давит, это игра, игра экспириенсов, в которую ты погружаешься, и которая погружается в тебя полностью, и не щади тебя, это абсолютно не щадящая игра. И я прям помню, как я в него играю, там несколько часов подряд, потом выхожу на улицу, и у меня ощущение, что, блин, Pathologic продолжается. Такая же суровая реальность, как Pathologic, не щадящая. Вот, ну, да, да. Но Pathologic, мне кажется, возможно, от Immersive Sim, он все-таки заставляет себя играть, заставляет играть в те правила, которые он вставляет. Тот же, например, я бы сказал, Disco Elysium, например, или может быть, тоже кардинальный пример Deus Ex, немножко в стороне примерно, но они позволяют тебе немножко раскрывать себя, как игрок в Pathologic, и ты как бы играешь, но игра все-таки больше такой, не знаю, железной рукой говорить, типа, нет, ты, конечно, можешь заниматься чем хочешь, в принципе, но давай-ка ты будешь заниматься тем, что нужно. Но закончится это все, да, закончится это все условным геймовером. Да, у тебя тикают часики, поэтому побежал лечить город. Ну да, да, она заставляет. Но это такое, это иммерсивность жизненная, в жизни тоже постоянно тикают часики, к сожалению, большому. Соответственно, с милиционером получается история в том, что это как раз по вашей задумке. Игра будет погружать в себя игрока, и игрок будет пытаться, а что если? Ну, то есть будет проверять на прочность этот мир, или как она работает? Даша больше не проверяет на прочность, а выражает себя через мир, пробовать подходы, которые ему больше нравятся. Такой взгляд, как, не знаю, как на документалку, где документалку ведем мы, а игрок является героем этой документалки. Мы смотрим, как он играет незримой рукой, наблюдаем за ним. Если говорить про игровой процесс, я бы описал так, это такой Deus Ex без пушек, или можно сказать, какой-нибудь Deus Ex без пушек, то есть ты полностью можешь изучать мир, ты можешь эксплуатировать его, ты можешь смотреть взаимодействия, пробовать разное. Да, ты ходишь в Deus Ex по этой красивой Праге, и просто иногда тебе в кайф просто походить по улицам, порассматривать эти вот магазины, которые работают, что-то NPC ходят. И тебе даже пушки не нужно, ты еще даже не дошел, когда тебе пушку дали. Там, конечно, душное начало, что тебе нужно пройти через какую-то стрельбу, но потом, когда тебя выпускают в город, ты прям можешь долго еще не стрелять, и ты просто ходишь и следуешь. Что-то какие-то дырки и вентиляции куда-то кому-то в окно залез, хату обнес, код сломал, квест нашел с NPC и так далее. Ну да, ну Deus Ex это как раз, это прям вот Мерси в фильм, ну прям такой, это прям чистокровный, то есть он, это и есть представитель жанра основной, мне кажется, сейчас, ну такой более-менее современный, потому что сейчас, конечно, грустно с Мерси в фильме, уже стало, уже мало их очень. Да их никогда особо не было много, это такой редкий представитель жанра. Ну да, 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 это правда. Когда мне было 29, я сказал себе, что следующая работа, которую я получу, независимо от того, сколько за нее будут платить, будет работой актера. Поэтому я уволился с должности в службе профессиональной экспертизы и в итоге добился успеха. Тогда я не знал, что это произойдет. Уходя от обработки данных, я был в ужасе. У моих родителей не было много денег, но это же стало одной из самых важных вещей, которые они сделали для меня. Научили добиваться всего самостоятельно. Я не мог лениться. Такой была речь Питера Динклэйджа перед выпускниками Пеннингтонского колледжа в 2012 году. Я согласен с Питером. Чтобы достигать высот, нужно не бояться мечтать и пробовать новое, даже если весь мир называет твою идею абсурдной. Главное слушать себя и искать профессию, которая будет приносить тебе удовольствие. Гимдеф – молодое направление, куда многие хотят попасть, но пасуют из-за страха и предубеждений, что в IT есть место только технарям. Но это совсем не так. Гимдеф – история про креативных людей. И чтобы влиться в профессию, нужно просто начать. Преодолеть страх и овладеть нужными навыками тебе помогут в Scream School. Scream School – первая и единственная очная индустриальная школа игровой разработки в России. В 2008 году, за 4 года до того, как зрители впервые увидели Динклэйджа в роли Тириона Ланастера из «Игры престолов», здесь начали преподавать компьютерную графику, а сегодня уже готовят студентов по направлениям геймдизайн, концепт-арт и игровая графика. Scream School является одним из 10 факультетов Universal University – университета, где строится будущее креативных индустрий, формируется новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного и профессионального развития. Миссия Scream School – раскрыть творческий потенциал человека, помочь ему совершить прыжок в новую жизнь. Здесь качество академических знаний сочетается с реальным студенческим опытом. Уже во время обучения ты научишься делать востребованные игры, причем как компьютерные, так и настольные. А главное – построишь топовый нетворкинг, ведь Scream School – это настоящий хаб игровой индустрии в России, где формируется комьюнити сильных специалистов. Однажды перед ними и ты сможешь прочитать свою мотивирующую выпускную речь. Подать заявку на обучение можно по ссылке в описании. Не бойся сделать шаг в новую жизнь и высокооплачиваемую профессию. По факту, получается, нужно из города сбежать. Ну, можно не сбегать, но как бы, условно, игра закончится, когда сбежишь из города. Условно так, да. Ты ищешь подходы, у тебя есть цель. У тебя, возможно, тикают какие-то часики. Это немного... Сейчас мы смотрим в сторону. Очень похоже, может быть, если и Краалы. Зельда Мажора Маск. Старая такая Зельда. Я не помню, в какую конкретно, но в какую-то... Там, где такая криповая луна огромная. Да-да-да-да-да. Не прошел, но играл, помню, было дело. Да, она суперклассная. Там используется система лупов и времени. Мы немножко не в эту сторону, но и для того, что у тебя экспириенс когда-то закончается, и тебе нужно что-то совершить под конец, в прошествии какого-то времени. В нашем случае это сбежать из города. Тебе по-любому нужно убежать. И в такой системе ты спокойно можешь экспортировать город. Ну, в игре, например, показывали в ДМке. Мы показывали поезд, на котором ты должен убежать. Ну, там в конце делали нарезочку, как ты можешь разными путями это сделать. И такой же подход будет преследовать там разные пути побега. Например, там планировали какие-нибудь виды транспортов на машине уехать, на какой-нибудь канатной дороге, на фуникулёре в город, на какой-нибудь барже, лодке. Много разных таких больших гранд-эскейпов, которые ты можешь найти в городе. И ты можешь по-разному найти к ним подходы. Насколько у тебя это не получится, для этого тебе нужно будет изучать, экспорировать город, чтобы раскрыть эти пути. Они, условно говоря, будут доступны вот с первого прохождения все, просто к ним можно прийти какими-то там разными путями. Или будет определённая реиграбельность? То есть, будет ли смысл... Я, в принципе, понимаю, что перепроходить игру смысл для всех разный, но будут ли появляться какие-то новые, ну, не знаю, новые геймплейные штуки, новые пути, там, новые сюжетные какие-то крошки, если перепроходить. Точно будет постепенно раскрываться, не все сразу пути побега. Мы не знаем, вот сейчас просто это очень такой, очень опасный топик. Мы сейчас на том этапе, где вот нужно, мы хотим это сделать, у нас будет линейная прогрессия какая-то, что будут видоизменяться локации и так далее. Но не точно. Но не точно, да. Но в целом вектор, что это будет что-то линейное в какой-то части, что ты должен там из одного района в другой перейти, и у тебя откроются какие-то новые фичи, там, не знаю, какой-нибудь не поезд будет, а что там, какие мы, что мы там хотели, не помню. Канатные дороги и так далее. Или через подземку куда-нибудь там с кем-то договориться и тебя там через подземку увезут, что-то такое. Просто ты будешь эти локации открывать каким-то образом, каким мы еще точно не придумали, но именно в ту сторону, которую мы хотим. Ну, если, грубо говоря, мы на таком распуте, потому что мы не знаем, что конкретно будет, не знаю, через месяц, два месяца разработки заменяется. Но, допустим, представим в какой-нибудь концепции это разных персонажей. Мы просто разговариваем про разных персонажей, за которые ты можешь убегать. И за каждого нового персонажа у тебя будет открываться новый путь побега. Возможно, это похоже на дополнение к правилу, правил Краш, где у тебя есть набор разных персов, за которых ты по-разному убегаешь с лунной станции. То же самое. Просто, опять же, много-много дисклеймеров, типа, этого может не быть в конечной игре. Объясню, почему. Много разных персонажей, это очень классно, это прикольно. Но мы хотим еще оставить какой-то личный коннект, как игрока с городом. Например, мы хотим, чтобы на протяжении всей игры, то есть, не знаю, игровой процесс будет условно длиться, не знаю, условную цифру, типа, там, 10 часов, и за эти 10 часов будет что-то происходить с самим городом. Например, будет изменяться сам город, будет изменяться милиционер. То, как ты с ним взаимодействуешь, это может влиять на его статус в городе. Его могут понижать в званиях, его могут повышать от того, что ты убегаешь из города, и его, скажем, понижают уровни ДПСника, и меняется от этого вся призма игры, как ты на нее смотришь. И как мы вот этот луп соберем, это еще предстоит нам открыть, потому что мы сейчас на таком все очень раннем этапе, где мы отрабатываем первый главный луп игры, в котором ты будешь крутиться. Но общая идея в том, что мы хотим вывести на какую-то продолжительную концепцию. Ну, чтобы не было, что ты 15 минут поиграл, и у тебя резко все закончилось, и тебе говорят, играй заново. Ну, это можно только временем оправить. Ну, то есть, это вот как в Deathloop, можно оправдать только временем. Ну, то есть, если у тебя заново начинается опять игра, то, мне кажется, только вот если это временная петля. По-другому-то... Вот по-другому сложно, я и понимаю, почему вы думаете. Да, да. Именно так. Да, самый простой вопрос, типа просто добавь временную петлю. Вот мы хотим без временной петли. Так чтобы... Ну, вот сложности концептов. А так, если, не знаю, как подходить к игре, к реиграбельности, к разным побегам, мы на эти побеги смотрим больше как на миссии в Хитмане. Может быть, такой пример со стороны, но структурно, на самом деле, сейчас игра больше обрисовывается как Хитман. У тебя есть цель, это там поезд. Всего-то, да. Ты не пытаешься по-разному подойти. Ты буквально можешь попробовать напролом взять пушку и застрелить свою цель. То есть, там, попытаться убежать на поезде. Вот это самая большая проблема, на самом деле, для того же Хитмана. Ну, то есть, это игрок должен хотеть подойти творческий, скажем так, подход... Творческий подход должен быть у самого игрока. Потому что если разработчик дает возможность, вот, типа, нажми одну кнопку, и игра пройдется, то большее количество людей, как правило, нажмет на эту кнопку, и игра пройдется. Ну, то есть... Ну, да, в Хитмане есть такое, что тебе вроде куча всего дают. Ну, ты можешь взять снайпер. Ты делаешь миссию... Да, ты выполняешь миссию максимально скучным способом, который вот... Ну, скучнее некуда. Просто задалека пристрелил, убежал, конец. Всё, миссия закончилась. И потом ты узнаешь, что в Хитмане есть какие-то... Там не миссия, а какие-то задания, которые прям тебе описывают, как сделать что-то красочное, чтобы прям... И в итоге всё сводится к тому, что ты выполняешь какую-то классическую миссию просто по пунктам. И вот этот момент мне в Хитмане не очень нравится. Да, да-да-да. Это сложно. Это сложно. С этим, мне кажется... Ну, я, например, не знаю, как с этим бороться. Вот с точки зрения человека, который довольно много играл в игры и много их изучал, я не знаю, как это сделать. Мы пытаемся это ограничить системно каким-то дизайном, например, разными зонами, что ты не можешь просто взять и уйти. Во-первых, у нас есть милиционер. Это в прямом смысле закон. Он диктует закон этого города. Он говорит, что тебе можно делать, что нельзя делать. И мы можем... Ну, как бы везде, но практически можем там диктовать игроку, что можно делать, что нельзя делать. Например, нельзя проникать в некоторые зоны. Да, это немножко похоже на Хитмен, но он буквально может тебя взять и остановить от прохода в какую-то область, локации. Вот тебе нужно думать, что ты с этим будешь делать. То есть напрямую, напролом пройти не всегда получится. Если только ты... Ну, у нас получается, как мы сейчас же тестируем БЛД и смотрим, иногда игроки находят какие-то уникальные, вообще невообразимые пути побега на поезде. Вот, и мы их как-то интегрируем, но они как бы кажутся очень простыми, но для этого простого побега, казалось бы, тебе нужно изучить очень много системы игры. Например, время, которое идет в городе. То, как изменяется город на протяжении этого дня. Какие пути открываются, какие пути закрываются. Как изменяется сам милиционер, например, он спит или проснулся. И складывая общие эти системы, ты можешь найти какой-то супероптимальный способ побега. Но главное, конечно, да, главный способ – это поставить интересные системы, которые тебя будут ограничивать от такого суперфорсированного побега. Ну, люди, которые уже пройдут, скорее всего, первый раз, уже будут знать, как быстро до него добраться. Тут, наверное, самое важное, чтобы человек, который первый раз за игру сел, не додумался быстро, как игру закончить за 15 минут. А также мы планируем так, что это же не будет конец в каком смысле. Это будет конец и продолжение. То есть это будет просто какой-то этап, скорее, чем конец. Мы пытаемся сделать так, чтобы это не ощущалось как конец всего. Чтобы не было такого, что игрок такой зашел, поиграл, ну, конечно, концовку, титры посмотрел. Заново я не хочу, я в целом прошел ведь. И мы в целом хотим, чтобы было ощущение, что, о, какой-то этап я достиг, давайте дальше. И вот дальше, дальше какие-то другие варианты побега, другие способы побега. Это не будет пояса и так далее, что угодно. Но это должно тогда игроку, ну, передаваться ощущение того, что вот я сбежал, но история-то не закончилась. И это как раз сложно сделать. Но вот потому что для меня тот же Deathloop, например, я его в какой-то момент забросил, как раз просто потому, что я такой, да я делаю одно и то же. Я уже понял, что мне сказали, что я нахожусь в петле. И это время, да. И вот я такой весь умный, хитрый, должен одновременно всех, значит, там, короче, сделать определенные действия. И тогда я из этой петли выйду. И я уже такой, я знаю, какие действия, но я делаю это уже в седьмой раз, и все, хватит, я лучше, я пойду Dishonored перепройду. Вот, то есть это сложно. И на самом деле, я так понимаю, что у многих игроков было такое ощущение, потому что это вот делать одно и то же достаточно сложно сделать интересным, как мне кажется. Ну, да, в Deathloop, наверное, возможно, есть такое ощущение, что в Deathloop нет какого-то процесса закрепления тех этапов, которые ты прошел. То есть у тебя отмечается в журнале. Вот, я на самом деле не допрошел Deathloop. Вот, я собираюсь, не знаю, на неделе, на этой неделе, наверное, допройти до конца. Но меня Deathloop, например, расстроил тем, что он выдает все карты сразу же тебе на руки. Есть такой очень похожий структурный пример. Это Outer Wilds. Фактически это тот же самый Deathloop. Тоже без пушек. Без пушек и без такой вот насыщенной локации с историей. А в Outer Wilds ты можешь каждый раз заходить, эксплуорить и находить новые элементы, которые тебе открываются. То есть главный твой ресурс – это знание. Вот, Deathloop просто в какой-то момент начинает душнить. Но его, как мне кажется, главная проблема в том, что он слишком пытается тебе открыть все карты. Вот сказать, типа, ладно, вот тебе инструкция, уже проходи сам. Просто повторяйте действия. И это довольно большая цепочка. Действия в итоге выкладываются, которые тебе нужно завершить, чтобы прийти. И этим андушить, как мне кажется. Ну, например, Outer Wilds ты сказал, и мне наоборот это отбило желание играть в Outer Wilds, потому что ты играешь-играешь, там и так головоломки не самые понятные. Там, точнее, ты куда-то летишь на планету. Ты, во-первых, до нее долго летишь. Потом пытаешься что-то понять в ней. И пока ты что-то понял, все это сбрасывается, все в начало. И ты такой, ну окей, ладно. Второй раз летишь, идешь до этой сначала аркеты, потом садишься, снова летишь. Ни хрена не понял. Тебя сбросило. И вот этот луп, я, честно, я не смог. Я завидую людям, которым эта игра очень понравилась. Она будто бы очень крутая, но вот это вот, типа, от начала сесть в ракету, долететь, ничего не понять и сброситься. Вот это я... Все, я кончился. Ну вот, да. Получается очень много игроков и мнений. Вот я практически уверен, что я вот милиционер, сто процентов пройду, когда он выйдет, но не факт, что пройду несколько раз. Это вот как раз зависит от того, насколько у вас получится объяснить, объяснить игроку, что ему нужно пройти еще раз. Я понимаю, что те люди, которые как раз любят вот заново и заново и заново и заново всякое новое открывать в том, что они уже проходили, им, скорее всего, даже объяснять не надо будет. Им можно просто написать, попробуй еще раз там, что-то изменится. И они такие, что-то изменится. И будут еще раз проходить. Вот. Я, например, наоборот такой, нет, ну я нет. В смысле, что-то изменится? Откуда я знаю, что? Не хочу. Не могли бы написать, что изменится, вы что? Ну, хотя бы да, хотя бы что. Много изменится или не очень? Да, ну тут важно понимать, что мы хотим пройти через тот цикл, когда мы даем тебе, как игроку, новые части контента. То есть в процессе, после первого прохождения у тебя может открываться другая часть города с новыми путями и побегами. И ты можешь по новой, по сути, эксплорить новую часть локации. То есть это тоже не совсем один и тот же кусочек локации, который ты проходишь и снова, и снова, и снова. Ну тут тоже, да, вот если это в итоге... Ну, то есть если каждый раз, например, условно, да, это вот я просто сейчас из головы беру, соответственно. Вот если каждый раз при каждом новом прохождении игрок будет, ну не знаю, просыпаться в другом месте, в другом доме, например, и в итоге вот каждый раз сбегать, а потом это все соберется в большую какую-то картину, где будет объяснено, почему он каждый раз просыпался в разных домах и сбегал, и в конце все такие, о-о-о, вот это ничего себе, вот это мы даже и не думали. Вот тогда будет круто. Да-да-да. Тут главное попасть в правильный тон игры, потому что мне, например, очень не нравится, когда используется концепция типа «это все был сон, это все было по наружку». То есть то, что ты убегал до этого, этого не существовало. Ну, конечно. Сон собаки вот этот вот стандарт. Да-да-да, это постоянно, это прямо сценарный нож в спину. Я очень люблю такой подход. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы игрок ощущал, да и я сам обожаю, когда я ощущаю, что игра со мной не играется, а... Тартология такая. Игра не играется, а игра буквально мне дает какие-то серьезные вещи, и они типа остаются навсегда. То есть не обнуляются мои какие-то предыдущие достижения. У меня такое глупое ощущение было в Last of Us в порту. Там же есть ставки с воспоминаниями, со снами. Там вроде бы ты немного лутаешься, но тебя заставляют лутаться. Но у меня было такое ощущение, зачем я лутаюсь, если это все равно сон. Я что-то никогда об этом не думал, на самом деле. Да-да-да, это... Я думал, но не в Last of Us, но да, есть такие штуки, это правда. Дмитрий, что ты наделал? Я еще Last of Us не прошел. Это правда, да, когда ты что-то, за чем-то ищешь, ты такой знаешь, ну, это же вот сейчас все, это же сейчас все закончится. Да, просто дайте мне эти патронные уроки, и я уже там разберусь, зачем их собирать. В первом Alan Wake, когда у тебя отнимают все, каждый уровень заново, и ты опять заново все ищешь. Да-да-да. В Last of Us, тем не менее, они очень хорошо задизайнили, то есть там супер минимально все это сделано, там какие-то мини-аптечки, которые появляются, но все равно я ловил себя на этом ощущение, типа, зачем? Не хочу это делать. Ну да-да-да-да. То есть это такой обман игрока немножко, который и игрок при этом сам знает, что да, это обман. Это правда, есть такая история. Я вот хотел узнать, вот на самом деле, про этап, в принципе, сейчас какой в разработке, и я так понял, что в принципе, как бы основная геймплейная составляющая уже у вас готова. На самом деле нет. У нас даже сейчас нет вертикального среза. У нас есть какой-то пример луповый филинг, да. Мы находимся все еще в раннем этапе препродакшна. Это всегда самый сложный этап, потому что вот так устроена разработка. Получается, что мы несколько лет как раз-таки выстраивали архитектуру, систему, какие-то общие объекты, концепции, вырабатывали. Вот. И сейчас более-менее это начинает складываться в какую-то более ясную картинку. То есть строили город, условно говоря, вот этот вот, с его правилами. Даже не город, а именно геймплейный луп. То, как игра будет играться, ощущаться. Потому что нужно было... Во-первых, это Immersive Sim, и Immersive Sim очень долго не будет работать, пока ты не соберешь... Пока ты не сделаешь много систем, а потом их соберешь вместе. А потом ты их еще поженишь вместе, чтобы они работали вместе. Потому что, например, мы там делали, допустим, лестницы, по которой может игрок крапкаться. Чтобы сделать там лестницу, которую игрок может носить с собой, выставлять, это огромное количество технической работы. Ее нужно сделать, ее нужно написать, ее нужно тестировать. Потом ее нужно встроить в локацию, так, чтобы она эту локацию не сломала, чтобы игрок был нужным. И так каждую систему, каждую механику, которую добавляешь, она должна гармонично работать со всем остальным. Также резонировать с самой концепцией игры. Это милиционер, это закон. А он также должен влиять на большинство аспектов игры. Если есть в игре, скажем, машины, то машины должны как-то работать с милиционером. Он должен говорить, типа, нельзя там, не знаю, машины воровать или машины вскрывать. Типа, это запрещено. И там есть предметы в игре, а предметы какие-то можно воровать, какие-то нельзя воровать. На таких базовых примерах. Это все нужно собрать, соединить даже на каком-то простейшем примере. Вот, например, сейчас мы работаем со стелсом. Мы хотим добавить какой-то элемент стелса в таком. В духе старых сифов, старый вор, где ты прячешься в тени, только прячешься от жителей. Жители такие, по сути, сигнализации для милиционера. И здесь, например, у нас сразу же... Заносчики, получается. Да-да-да, ты пробираешься во дворы, там что-то ищешь, там находишь какие-то свои цели, и тебя могут спалить местные жители, выбегают с окон, такие кричат на тебя светом, светят, зовут милиционера. И, например, возникали проблемы, что это совершенно не коллекция самим милиционерам. То есть милиционер полностью отсутствует в игре, хотя он, казалось бы, напрашивается. И дальше начинается огромная череда брейнштормов, как это сделать все вместе, как собрать милиционера, как его добавить, интегрировать в геймплей. Стоит тебе добавить милиционера в геймплей, сразу же все превращается в хаос. На тебя орут NPC-шники, на тебя орет милиционер, все тебя ловит, это дико фрустрирует. Нужно разбирать все на пейсинги. И так буквально с каждым аспектом игры. Если делать линейную игру, вдохе того же Last of Us. Last of Us — это космический, титанический труд, сразу заговорюсь. Но тем не менее, если ты делаешь какую-то линейную игру, где у тебя есть комната за комнатой, где ты можешь порцион отдавать какие-то механики, это в каком-то смысле гораздо проще, понятнее. Ты знаешь, что делать. А когда ты интегрируешь большие системы, это требует очень большого вложения ресурсов. Чтобы они потом работали, одно из другого не выбивалось. Сейчас мы где-то, возвращаясь к вопросу, на каком мы этапе находимся? Мы находимся на этапе преопродакшна, где мы собрали внутренний билд. На самом деле он доступен. На самом деле он доступен, да? Да. На самом деле он доступен. Мы так, это по секретикам говорим, чтобы не набежало много людей. Он есть там на нашем гости в Патреоне. В таком закрытом доступе для чатики. Можно потестировать. Только нужно учитывать то, что он скорее передает просто какой-то вижен игры, то, что там еще очень много не готово. Он скорее передает ощущение, чем сам фактический геймплей, который мы запланировали и хотим сделать в будущем. Ну, может быть, кто-то из наших слушателей такой «Хочу, хочу почувствовать вижен». Да. Если хочется прямо проникнуть за самые кулисы разработки, то можно попробовать. Там может очень много не работа. Это очень многое. Может сильно отключаться от конечной игры. Даже в своем виде. Совершенно не соответствует ожиданиям. Но если прямо так хочется посмотреть, как же оно устроено внутри, как оно бывает, как устроен процесс, да, можно залететь, попробовать. Ну, мы с удовольствием соберем фидбэк, потому что фидбэк, мне кажется, это очень сильно помогает. Ну, это в целом интересно в разработке, потому что когда разрабатываешь, ты уходишь на полгода куда-то в подвал, грубо говоря, делаешь это, делаешь, 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 и фигово знает. Ты сделал нормально, ненормально. И потом ты это показываешь людям, и тебе начинает фидбэк. И вот мы будто бы хотим сократить вот это вот количество не полгода, чтобы мы сразу выпускали какую-то обнову, люди говорили, что понравилось, что не понравилось и так далее. И мы, какой-то диалог был с комьюнити, чтобы просто нам всем было интереснее эту игру делать. Звучит почти как ранний доступ. Только мы не хотим ее выпускать буквально в ранний доступ. Мы хотим, чтобы что-то было такое, закрытое комьюнити, где-то вот только свои, грубо говоря. Закрытый ранний доступ. Главная идея, которую мы все-таки преследуем, это какой-то концепт открытой разработки, потому что мы всегда делимся с самого раннего этапа, с момента анонса идеи милиционера, делимся с комьюнити в разным этапами разработки, что мы делаем, как мы делаем, потому что это очень сильно помогает. Нам помог очень сильно опыт Pandemic Express, когда мы разрабатывали мультиплеерный проект, нам нужно было даже на ранних этапах альфа-версии. Постоянно тестировать то, что мы сделали. Вот у нас проходили там плей-тесты каждую неделю, две недели, и каждые эти две недели мы тестируем механики и моментально получали фидбэк. Это очень сильно упрощало и давало понимание того, что мы делаем в разработке, вообще интересная игра или нет. Синглплеерными проектами это сделать труднее, поэтому мы милиционеры пытаемся как раз-таки в этот формат как-то сконвертировать, чтобы иметь ту самую связь. До этого мы пытались шарить какие-то небольшие гифки с разработки, чтобы понять в принципе какую-то визуальную реакцию у зрителя, который еще не стал игроком, но зрителям интересно то, что мы делаем или нет. И в процессе мы как бы хотим это сконвертировать в какой-то постоянный поток информации от игроков, чтобы понимать вообще, норм или стрём мы делаем. Может быть мы вообще потратили год на игру, в которую даже неинтересно играть. Короче, бета-тест нужен. Да, то мы делали непонятно что и вообще эту кнопку нажимать было. Зачем вы ее сюда поставили? Вы что, поехавши? Альфа, пре-альфа, бета, ранний закрытый доступ к тесту. Я понял. Я бы назвал это такой альфа-альфа-альфа-тест. То есть пока никаких даже там предположительных дат выхода, соответственно, наверное, не можете, да? Именно так. У нас вообще, мне кажется, разные мнения. Кто-то хочет пораньше, кто-то попозже, и мы вот иногда спорим. Просто мы можем, конечно, сказать, типа, ой, игра там выйдет в 2000-м, не знаю, в 50-м году, но главный вопрос – мы не хотим столько долго ее делать. В целом, рано или поздно приходит уставание… Нам самим не в кайф сидеть и очень долго делать, да. Да, рано или поздно приходит уставание от проекта, и мы понимаем, что мы как бы… у нас сейчас нету выгорания никакого. Нам в кайф делать проект, мы постоянно что-то придумываем новое, и мы бустим себя. Но мы понимаем, что когда-нибудь наступит этот лимит. Когда-то мы придем к моменту, он наступит через год, через два, может быть, раньше, позже, у кого как, когда мы столкнемся с тем, что типа, блин, уже не работает, уже не в кайф, уже не хочется это делать. И произойдет просто банальное выгорание, в котором мы не сможем нормально функционировать. И поэтому как-то нужно спалансировать саму разработку, так, чтобы она не затянулась на какой-то супер-супер большой долгострой. Это не в наших интересах. И в процессе разработки, в целом, ты такое делаешь, что-то механики придумываешь и понимаешь, что, допустим, вот ты придумал механику, но она никак не лезет в игру. И в целом ты такой, ну да, она не лезет. Но у тебя уже в башке там такие механики образовали, что у тебя просто отдельная игра, и ты в какой-то момент сидишь, блин, хочу эту игру сделать. И ты такой прям ждешь, вот пройдет время, закончим, вот прям сразу же начну делать. Я буквально недавно поиграл в The Day Before, и я прям такой... И как понравилось? На самом деле, ну, видно, что ее... видно, что хотели из нее сделать. То есть не то, что вот в рекламе показывали, а видно, что хотели из нее сделать. То есть там видно какие-то там... видно, что вот это вот просто где-то ассеты скачали. Вот здесь вот там что-то налепили. Вот здесь попытались как в Division город вот прям один в один повторить. Там вот здесь вот из Таркова, вот здесь вот там из DayZ, вот здесь вот это все. Но видно, что в итоге, если бы не было вот этого всего как бы бума рекламной кампании, что в итоге это вполне мог быть вот такой вот проект в раннем доступе, у которого есть какие-то там фанаты, которые в него будут играть и разработчикам давать фидбэк. То есть это вот, ну, прям видно. Ну да, там будто вопросы не к игре самой, а вот к самим каким-то телодвижением издателя, разработчиков или кому-то. Да-да-да. Как-то очень странная реклама, странное все. Там даже не к игре вопросы, будто бы она, да, могла существовать. Не, ну играет прям такой вот при альфа какой-то. Ну, то есть там кнопки не нажимаются, звуки пропадают, там, не знаю, прыжки не работают. Вот такие все истории есть, понятное дело. Там анимации кривые и все такое. Но это можно было, мне кажется, довести бы до ума, если бы, ну, если бы людям сказали, что вообще, собственно, они разрабатывают. Потому что я так понимаю, что одни делали одно, другие другое, рекламили вообще третье, продавали четвертое, а издатель вообще думал, что сейчас GTA 6 выйдет у них. Мне кажется, здесь очень большая была проблема отсутствия коммуникации с аудиторией, потому что до самого рельса игры про игру ничего не было известно. И все люди придумывали свою игру мечты, додумывая на тех футажах, которые были доступны. Ну, им показали игру мечты, даже скорее вот так. Там показали игру так, что она уже выглядела капец как круто. И люди такие чуть-чуть, чуть-чуть додумали сверху, чтобы она еще лучше выглядела. А потом вообще обратный эффект сработал. Ты имел в виду. И мне как раз кажется, что да, если бы разработка как-то, ну так, более-менее открытой была, то люди бы так и не реагировали. То есть, условно, я когда видел вот эти все трейлеры, ну, я прекрасно понимал, что, ну, это либо чудо случится, ну, то есть вдруг, неожиданно, студия, которая делала мобильные игры, сделает прям квадро-эй игру, ну, либо это просто вот какие-то концепты, которые когда-нибудь будут реализованы, но явно не в раннем доступе. Вот. Ну, не все ж так знают, как это все происходит. Ну, я так два раза обманулся. Вот Day Before я почему-то думал, что, ну, они хоть и не показывают, но, может, выйдет нормально все-таки. Вышло, ну, вот. Ну, вышло то, что вышло. И такой же момент был с Atomic Heart. Ты же сам разрабатываешь игры, ты же понимал, что что-то не так. Нет. Там я, я там смотрю, ну, вообще не понимаю. Ну, там выше моих сил понять это. И Atomic Heart, который я до последнего не верил, что он будет хоть каким-то, он вообще по-обратному вышел. Ну, он вполне нормально вышел. Да, мне кажется, Atomic Heart – это прям обратный эффект. Но мне кажется, там очень хорошо была сработана какая-то внутренняя структура. Чуваки правильно смогли разобраться внутри своей компании, направить ресурсы. То, чтобы выпустить классную игру у ZDB4, их очень жалко, что у них это не получилось. Потому что они, на самом деле, могли забацать игру мечты. Ну, не ту, конечно, которую вы показали, но вполне это мог быть такой Division of Tarkov Days какой-нибудь. Вполне. Ну, и у них был очень большой спрос на аудиторию. Типа, люди очень хотели, потому что те космические виш-листы, которые были в Steam, при этом про игру как бы никто не слышит, но виш-листы растут. Ну, вот это больше всего обидно, что такой информационный шум, столько людей хотят поиграть в твою игру, и вот так им, ну, воспользоваться, и будто бы все потерять, и это немного обидно. Мне кажется, все бы простили. Ну, да, да. Я, причем, ее уже закрыли же. То есть, ее прям закрыли, я захожу, и там люди реально есть, и то есть, они там бегают, что-то, и ты такой заходишь, вот как будто в, я не знаю, в какой-то умирающий организм, который уже все, ну, все. Он, он, и там какие-то процессы идут, но уже все, это как все, это не взлетит, уже все никогда, потому что издатель просто закрыл все. И как-то так грустно. Да, очень трагичная судьба. Я думаю, игроки бы, в принципе, аудитория простила бы, если бы они потратили еще там полгода, год, может быть, какие-то переходы через альфа, бета. Всем было бы с этим нормально. Никто бы не был против. Да, конечно. Ну, есть же прекрасная, совершенно замечательная история, господи, как же он называется-то, No Man's Sky, которая вышла, ну, ее прям, ее же рекламировали как Starfield, сложно говоря. Вот. А вышел Starfield. Вот. И в какой-то момент, ну, то есть, все, это прям, ну, был, хейт был максимальный, это, наверное, вот первая такая история, когда игра вышла, и все прям подняли, значит, волну, везде писали, там, разработчиков чуть ли не просто смешивали с грязью, там, ну, и они просто год делали игру, и спустя год, ничего не говоря, они просто такие, мы делаем все, и спустя год они просто взяли и такие, вот, апдейт, мы принесли все, что обещали. Вот мы тогда не успели, там, по каким-то причинам, может, там, Sony надавили, может, еще что-то, вот. Ну, а вот спустя год мы принесли, мы сделали, и все, их сейчас все на руках носят, они там апдейты делают, у них там очень крепкая комьюнити, и все новости обязательно про игру обязательно в комментариях все хорошо, там, все просто, боже, лучшая игра в мире, и вот, вот, вот пример того, как за год можно из той игры, которую, как бы, выпустили изначально, сделать ту игру, которую изначально обещали. Да, это замечательная история была. А есть еще Days, которые когда-то в 2012-м ее выпускали, именно Standalone, которая, там же тоже вообще далеко не все гладко вышло, и они уже существуют очень долго. Да, это же первая игра прям такая в раннем доступе долгая. И она, кстати, прям сделана, то есть они вышли в релиз, я даже в нее, ну, иногда там захожу, смотрю, но она прям, это уже все, это уже прям готова. Понятно, что ей делали пять лет в итоге, но... Но по лесу там бегать доставляют. Да, лес прикольный. Мне кажется, это просто проблема того, что некоторые игры попадают в такую яму ожиданий, когда аудитория начинает придумывать. У меня просто такой проблемы не было. Я, допустим, поиграл в Киберпанк на его выходе с большим удовольствием, потому что я от него ничего не ждал. То есть для меня... У меня были знакомые, которые прям ужасно-ужасно горели с того, какой он вышел, как он там вышел, недоработанный, забагованный, без метро, ужас-ужас, кошмар-кошмар. Я такой копил его прямо на релизе, прямо у него поиграл. Да, были баги, но... Да, были странные баги, но у меня с ними проблем. Как-то ковых не возникало, ну, типа с кем не бывает. Но в процессе ожидания игры как будто бы у людей возникло ожидание, что вот мы видим здесь уже GTA, мы уже видим здесь огромный мега-мега-мега суперпроект мечты, который так ими не являлся. То есть все на самом деле, что было заявлено, было показано. Какие-то моменты вырезали, но так устроена разработка. Что-то вырезается в процессе. Это нормально. Это я говорю как разработчик. Тут опять же вопрос к пиару скорее. Я был недоволен киберпанком, и не потому, что я от него многое ждал. Ну, во-первых, потому что я, в принципе, очень долго работал с новостями про игры и продолжаю работать. И каждый день огромное количество их через меня проходит. И когда ты вот два года рассказываешь про киберпанк в эфире, каждый день, каждый день, и он в итоге выходит, и ты такой, ну, поиграл. Такой, все, открытый мир не работает. Это хорошая сюжетная игра, где не нужен открытый мир. Вот я примерно такой сделал вывод, и перестал в него играть, все лагало, все тормозило. И прошел я его буквально в том году, еще вот до выхода патча, вот этого 2.0, или даже в этом году, получается. Вот, я прошел, и уже такой, да, теперь это вот та игра, в которую можно играть без боли. Но все равно открытый мир там, мне кажется, не нужен. Но это, опять же, мое мнение просто как игрока. Да, я абсолютно согласен. Хотя мне лично открытый мир давал очень много ощущений самого изучения эксплоринга его. Он не такой детализированный, проработанный в плане новых открытий, но я помню прям первые часы Киберпанка, когда я просто завороженно ходил без машины, просто пешком по городу, у меня челюсть отваливалась. Там круто, когда стоишь за городом в пустошах, какие-то крутилки крутятся, смотришь в далеке город масштабный. Там просто сам вот ощущение вот этого, то, что ты в нем, это круто. Да, да, да. Ловел дизайн там сумасшедший. Там вот вопрос скорее к наполнению. Ну, то есть вот то, что неписи очень... Да, но все какое-то деревянное, что что-то непись куда-то хераки пошел в стену. Ты такая, ну, блин. Оно рушится очень сильно, потому что там же такая история, как в Ведьмаке была. Ведьмак почему работал? Почему мир в Ведьмаке работал? Он же построен был на таких же, в принципе, абсолютно, мне кажется, ну, общих каких-то правилах. Просто в Ведьмаке там, ну, типа у тебя есть три деревни, и там ходят там четыре деда, вот. И ничего страшного, потому что, ну, ты скачешься по полю, там вот какой-то дед там мотыгой что-нибудь делает. А здесь ты, ну, ты в огромном мегаполисе, вокруг тебя тысячи людей, а они все, все, что они делают, говорят по телефону и ходят по кругу, как бы. И ты такой, ну, это рушит просто атмосферу, рушит ощущение живости, как мне кажется, мир. Да, возможно. Опять же, мой сопротивленный опыт, мне говорилось, типа, нет. У меня было больше других проблем с киберпанком. Это, скажем, больше идейно. Типа, я, когда начал играть, я просто смотрю в каждом моменте, в каждом элементе упущенный потенциал. Типа, что эта игра могла бы вообще стать топом топов, и что ей не хватает, чтобы войти в эту высшую лигу, как говорят киберпанки. Я, например, был ужасно расстроен от брейдансов. То есть, ну как, нет, они классные, они клевые, но они не раскрываются больше, чем просто сюжетная катсцена. Хотя в механике все у них было на руках. Есть же отличный пример того же Абрадина, Абрадин, где, по сути, похожая механика типа брейдансов, где заморожены сцены, и ты в них разбираешься. Это великолепная механика. Это отличный, классный пласт игры, который раскрывал именно идею самого киберпанка. Всех этих нервных штук. Но это было ограничено до такого супернебольшого катсценного уровня. Я был ужасно расстроен. Ладно, я понимаю, что на самом деле мы еще можем долго болтать, но у нас наши слушатели уже давно доели, давно до работы доехали. Уже такие, боже, можно мы делами займемся, сколько можно разговаривать. Вот. Я хотел спросить... Ну, я понимаю, что... Я могу сам ответить на вопрос, какие планы выпустить милиционера, во-первых, наверное. Но есть ли какие-то еще планы на дальнейшую карьеру? Нет, так далеко мы не заглядывали. Потому что, ну, все силы и все идеи, которые уходят, они уходят сейчас милиционера. Есть какие-то, конечно, размышления, но в целом, типа, все равно все так или иначе приходит в один проект, и оно тут аккумулируется. Я вспомнил, я же хотел спросить, Алексей, что такое техническое направление и проектировка? Ой, ну тут нужно продолжать, как я в целом в геймдев попал, потому что... Ладно, как-нибудь, коротко или быстро, не знаю. В общем, сначала было... Леша не хотел делать код, в итоге делает код. В смысле, я не хотел делать код? Давай, да-да-да. В общем, было 3D, я где остановился-то? Ну, вот, были облака, и там мы делали этот проект. Я там больше в 3D, техническое направление, и уже в пандемике я, ну, прям полностью 3D, технический художник там, все пайплайны соблюдал, все такое, смотрел, чтобы другие соблюдали и так далее. И когда уже кончался пандемик, когда уже в целом моя работа не такая уж... не так уж сильно нужна была, что модели уже все сделаны, все уже допилено. Мне в целом нравилось не то, что я делаю 3D-модели, а мне больше нравилось то, что я создаю мир, в котором в целом можно что-то там поделать. И таким образом я просто пришел к программированию, что я захотел, чтобы эти модели начали двигаться и так далее. И в итоге я в какой-то момент просто сидел, учился писать код и так далее. И это все плавно перетекло из пандемика в милиционера. И каким-то таким образом... Ну, я в милиционере, наверное, просто хожу, смотрю, как написан код у всех. То есть ты милиционер? В каком-то смысле. Смотрю, чтобы топология у объектов нормальная была, чтобы текстуры были верного разрешения, чтобы вот все такие технические штуки, чтобы они просто были, как минимум, соблюдены базовые пайплайны. Я программист, у которого есть, типа, страничка на ArtStation. Я не знаю, хорошо это для программиста или плохо. Как-то вот так жу. Ну, короче, такой, типа, условный дэмэдж-контроль. Или как это называется? Короче, ладно, техническое направление, я понял. Есть арт-директор, да, есть технический директор. Я просто смотрю, чтобы все там где-то не отсыпалось, не отвалилось. Так, а проектировка? Так, проектировка, то же самое, геймплейной механики спроектировать. У, там, там, забей, там столько, столько нюансов, когда нужно как-то спроектировать, чтобы куча, куча разных механик есть. И тебе нужно, чтобы вот эта механика с этой механикой работала. Ты, пока пишешь код, что-то еще геймдизайном в этом коде занимаешься, потом приходишь с этим, я сделал. Потом спорим уже слова, почему оно должно быть так, почему вот так и так далее. И вот это, там, вот какое-то такое движение происходит. Приходится просто, ты делаешь какую-то механику, вообще какую-нибудь простейшую механику, дверь закрывать. Ну, дверь, это вообще больная тема, конечно, в играх, но дверь закрывать или открывать, или как-то с ними взаимодействовать. Ну, да, двери, лестницы, вот эти все. Да, на это условно нужно описать структуру каких-то элементов, чтобы они потом, их можно было расширять, их можно было соединять с другими механиками, так, чтобы это не развалилось, не рассыпалось все на глазах. И, казалось бы, для игрока ты просто, ну, подошел, нажал E, ну, что такого, а, блин, в коде и вообще в целом, чтобы это UX какой-то сделать крутой, чтобы в первую очередь делается механика так, чтобы она, в нее было приятно играть, чтобы приятно было нажать это E, чтобы тебе вот этот вот фидбэк от нажатия E был приятный, чтобы не было такого, что ты нажал и куда-то уехал, типа, пинком куда-то в текстуры, у тебя все сломалось и вообще нужно перезапускать игру. И тебе просто от нажатия кнопки нужно сделать, чтобы это просто было приятно, чтобы у тебя не было такого. Есть игры, где ты подходишь, нажимаешь E и такой, блин, промазал, или потом нажал E, блин, ну что-то, оно сработало или не сработало, что вообще происходит? И вот такие мелочи нужно соблюдать и очень много сил уходит на такое. Ну, вот да, есть The Day Before, где E просто не появляется. Я реально, я не понимаю, как это работает, там вот есть, например, ящик какой-то. Ну, то есть, у меня реально ощущение, я играл и даже в альфа-билды, и иногда там скидывали разработчики мне всякие там при альфа-билды какие-то, ну, просто чтобы я там что-то посмотрел, может, что-то как-то сказал. Вот. А тут я прям, ну, это прям игра в раннем доступе, ты подходишь к ящику, и там горит вот такой, типа, кружочек, что можно нажать, но не появляется надпись E. И ты отходишь-подходишь, 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 она не появляется. Ты опять отходишь, она появляется, ты возвращаешься, ее снова нет. И это как, ну, короче, оказывается, да, за всем этим. Это какие-то обидные, если честно, ошибки, они будто бы вот чуть-чуть нужно было постараться с этой штукой. Но она хоть и маленькая механика, просто нажать E, но она постоянно встречается в игре. И в целом ты играешь в игру, даже если все остальное круто сделано, то если ты это E вот как-то через пень-колоду, ты что-то нажимаешь, страдаешь с этим, то ты больше запомнишь, как ты страдал с этой кнопкой E, чем какая была крутая игра. Конечно, конечно. Вот, я хочу вам пожелать, чтобы все запомнили, какая крутая будет игра «Милиционер». Спасибо. И чтобы там не было проблем с кнопками E. Стараемся. Главное, с иммерсивностью. Если бы не хорошо тестить. Ну, я думаю, что хорошо тестить и игроки тоже будут. Лучше, чтобы они тестили до релиза. Но мы еще, я надеюсь, мы тебе еще ключ в будущем скинем и от тебя какой-нибудь фидбэк получим. С большим удовольствием. С большим удовольствием, на самом деле, потому что выглядит это все безумно атмосферно, безумно интересно. Очень хотелось бы, чтобы у вас получилось все реализовать, даже то, что вы еще не придумали, чтобы оно реализовалось как надо. И, соответственно, чтобы в какой-то момент вы такие «Все, вот в эту дату мы выходим в релиз». Вот это самое трудное. Самое трудное в плане, что хочется вот еще чуть-чуть, ну вот еще чуть-чуть, ну вот, ну вот, нет, сейчас вот точно, ну точно все. И вот так мы три года делали. Да. Ну вот, чтобы поскорее. Давайте еще максимум полгодика-годик, и все, и нормально, все будет готово. Хотелось бы в это верить, но это нереалистично, к сожалению. А вопрос, кстати, вопрос вот я еще тогда один задам. Что с издателем? Есть ли издатель или издателя нет, и вы сами себя издаете? Мы планировали издавать себя сами, да. Прямо сейчас мы находимся в поиске издателя. Он прямо сейчас находится где-то. Ну как, это скорее издатели, на самом деле, сразу скажу, похвастаемся, не знаю, что это скорее издатели ищут нас. Вот, ответ только долго ждать, конечно, от них, но это в Рождество особенно вообще больно. Ты хочешь прямо здесь, прямо сейчас, ну давайте отвечать. Ну как? Они такие, ну у нас Рождество. Ну вот, конечно, да, это самое то. Самое то время, чтобы отвечать на сообщения. Ну класс, класс. То есть есть, да, уже какие-то кандидаты, и в этом плане... Ну мы общаемся, да. Но в любом случае, если что, стучитесь к нам, издатель, если вы нас слушаете. Я для этого, на самом деле, и задал вопрос, потому что я знаю, что кто-то из геймдева нас слушает. Не только те, кто играет в игры, но и те, кто игры разрабатывает, даже, возможно, издает. Я поэтому, собственно, поэтому и задал вопрос. Чтобы кто-то услышал ответ. Вот. Ну и, наверное, на этом будем на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что пришли. Рассказали про милиционера. Вообще, в принципе, пообщались про игры другие в том числе. И большой вам удачи с тем, чтобы релиз, во-первых, произошел, во-вторых, произошел успешно. И в-третьих, было известно, когда он произойдет. Спасибо, спасибо, что позвали. Очень было приятно побазарить про разные игры. Ну, спасибо. И поделиться. Да. Ну и, конечно же, нужно напомнить нашим замечательным слушателям, что обязательно ставьте лайки, где бы вы нас не слушали. Отправляйте друзьям, которые играют в игры или разрабатывают, может быть, игры. Вот. И всем большой удачи. А вам еще раз большое спасибо, что пришли. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»